МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Указ президента номер 73. 2019 год. 07.28. Республика Западная Армения о формировании Совета Безопасности. Президент республики с учетом следующих ключевых моментов. Указ о независимости Турецкой Армении, принятой Россией 29 декабря 1917 года. Версальский договор, подписанный 28 июня 1919 года. Фактическое признание правительства Армении и Западной Армении высшим советом союзников 19 января 1920 года. Признание де-юра армянского государства в Западной Армении высшим советом союзников 11 мая 1920 года. Признание Соединенными Штатами Америки армянского государства в Западной Армении 11 мая 1920 год. Сербский договор, подписанный Высшим Советом Союзников 11 мая 1920 года и Турцией 10 августа 1920 года. И арбитражное решение президента Выдра Уилсона от 22 ноября 1920 года. Официальная декларация Национального Совета Армян Западной Армении от 17 декабря 2004 года. Декларация о правах коренных народов Организации Объединенных Наций от 13 сентября 2007 года. Принимая во внимание Национальную Конституцию Республики Западной Армении от 9 мая 2016 года. Принимая во внимание борцов за свободу Арцаха 2003 год. Заявление Национального Совета Западной Армении от 17 декабря 2004 года, 29 мая 2011 года, 26 марта 2014 года, 26 декабря 2014 года, 5 августа 2013 года, 24 апреля 2014 года и 15 июня 2014 года. Указ Президента от 1 октября 2016 года, создание резервного батальона, признание действий, связанных с созданием и продолжением армянского государства Западной Армении, долгосрочная программа социально-экономического развития Республики Западной Армения от 2020 года, Национальную Доктрину Безопасности Республики Западной Армения до 2020 года, Соответствующее положение концепции внешней политики Западной Армении 2004 года и военную доктрину Республики Западной Армении, принятую 12 февраля 2017 года, Принял решение. Статья президента Республики Западной Армении оправдывает создание Совета Безопасности Республики Западной Армении. Статья Б. Совет Безопасности Республики Западной Армении состоит из 12 членов, назначаемых президентом. Статья В. Указ публикуется официальными СМИ Республики Западной Армении. Карин. 28.07.2019 год. Армен Акабрамян. Президент Республики Западной Армении. Пятитысячелетняя маслобойка в Амасайском археологическом музее Западной Армении проливает свет на создание мацуна. Это доказательство того, что в Армянском Нагоре наши предки изготовляли мацун 5000 лет назад. Маслобойка, изготовленная 5000 лет до н.э. в эпоху бронзы, имеет длину 30 см и кольца для веревок. Таким образом, очевидно, что 5000 лет назад, до н.э., когда только создавали сельские людские поселения, искусство приготовления мацуна уже было освоено в Западной Армении. Конечно, кроме этой маслобойки, есть датируемые этим промежутком маслобойки из дерева, глины и кожи. Этот экземпляр открывает тайны нашего прошлого. В рамках панармянских игр 12 августа соревновались команды по футзалу. Команда Тигранакерта из Западной Армении уступила Еревану, а команда Алепа – Иси-Ле-Мулену. Напомним, что самые интересные игровые эпизоды и интервью с участниками игр доступны на нашей странице на YouTube. Сирийская армия освободила от боевиков стратегически важный город Аль-Хубайт, что позволит ей выйти к одному из крупнейших городов провинции Идлиб – Ханшейхуну, сообщает правоправительственная газета «Аль-Ватан». Армия установила контроль над городом Аль-Хубайт на юге провинции Идлиб, нанеся боевикам Джебхат Ан-Нусры и ее союзникам значительный ущерб в технике и живой силе, сообщает газета. По ее данным, оставшиеся в живых боевики бежали в Ханшейхун. Радиостанция «Шам-ФМ» отмечает, что Аль-Хубайт считается одной из цитаделей боевиков Нусры и своеобразными воротами Идлиба, так как расположен в 10 километрах от Ханшейхуна. Общее число погибших в результате удара девятого по счету в этом сезоне тайфуна Ли Кима на востоке Китая достигло 44 человек. Еще 16 жителей пока считаются пропавшими без вести. В восточной провинции Чэцзян, которая приняла на себя основной удар стихии, число погибших возросло с 32 до 39 человек. Говорится в опубликованном в понедельник заявлении местного штаба по борьбе с наводнениями, тайфунами и засухами. В ночь с пятницы на субботу тайфун Ли Кима достиг побережья восточной провинции Чэцзян в районе города Венлин. На тот момент сила ветра в центральной его части составляла 50 метров в секунду. Согласно последним официальным данным, жертвами удара стихии в провинции Чэцзян стали 39 человек, еще 9 считаются пропавшими без вести. А прямой экономический ущерб оценивается на сумму порядка 24 миллиарда юаней. Это 3,4 миллиарда долларов. Тайфун в той или иной степени нарушил нормальную жизнь в провинции свыше 6,6 миллиона человек. Более полутора миллионов жителей были эвакуированы из опасных районов, сообщает Армен Пресс со ссылкой на ТАСС. В городе Тахкадзор Кутайской области начался седьмой международный фестиваль пантомимы имени Леонида Янгибаряна. Как передает Армен Пресс, в этом году в фестивале принимают участие артисты из семи стран – России, Ирана, Аргентины, Франции, Японии, Польши и Армении. Министр образования, науки, культуры и спорта Арей Карутюнян отметил значение проведения международного фестиваля пантомимы, отметив, что благодаря этому мероприятию мы снова вспоминаем народного артиста Армянской СССР Леонида Янгибаряна. Из разных точек мира свои спектакли привозят театральные трупы. Таким образом, формируется новая культура, в которой мы имеем дело с театрами этого жанра и других стран, сказал Арутюнян. Художественный руководитель Ириванского государственного театра пантомимы, директор фестиваля Жерар Дадасян считает, что из года в год растет интерес к фестивалю. 12 августа – Международный день молодежи. Международный день молодежи International Yard Day отмечается ежегодно 12 августа с целью напомнить о роли молодых людей в развитии и построении мира, и повседневных проблемах, которые стоят на их пути, пишет Calend.ru. Он установлен Генассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне с 8 по 12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи праздновался 12 августа 2000 года. Сегодня в мире проживает рекордное число молодых людей – около 2 миллиардов детей и подростков в возрасте от 10 до 24 лет. Один из 10 детей находится в зоне конфликта более полумиллиарда в бедности, а 24 миллиона из них не ходят в школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают от нищеты, в то время как молодежь составляет одну четверть мировой рабочей силы. На нее приходится половина безработных. Рынки труда испытывают трудности с обеспечением стабильной занятости с хорошими перспективами для молодых людей, за исключением высококвалифицированных специалистов. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Хамс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Оставайтесь субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Оставайтесь субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова